Всем привет, сейчас мы будем восстанавливать вот такую ssd silicon power моделька из 60 на 120 гигабайт я его раскрутил для того чтобы посмотреть какая здесь установлена память и какой установлен микроконтроллер микроконтроллером стоит с обратной стороны плата она у меня сейчас прикручена не буду уже откручивать см 2246 xt память вот такая hf gd8u5a определяется она в общем-то как samsung в принципе эту ssd я уже восстановил она уже рабочая но еще пока не инициализировал давайте я вам покажу как я ее восстанавливал кстати делал я это в переходнике вернее изначально я пробовал все это делать через компьютер через ноутбук подключать именно к SATA но ничего не выходило а вот взял вот такой адаптер угриновский sb 3.0 у меня и вот буквально за 5 минут все сделал все у меня получилось итак переходим за компьютер нет не переходим на за компьютер я забыл вам кое-что сказать значит этот диск вообще этот диск помер у меня в руках в общем принесли на ремонт ноутбук он не запускался ноутбук я починил после этого операционка не захотела запуститься в двух словах нажал на восстановление и после этого диск перестал вообще видеться системой вообще никак ну то есть здесь у него слетела прошивка когда я подключал его что через SATA что через такой адаптер компьютер его не видит от слова совсем поэтому его пришлось еще разобрать не только для того чтобы определить микроконтроллер и память но и для того чтобы замкнуть два контактика перевести его в режим программирования делается здесь очень просто видим вот эти крайние с дырочками контакты замыкаем их пинцетом ну либо какой-то перемычкой из проволоки неважно я использую тонкий пинцет то есть вставляем сюда пинцет или перемычку и только после этого подключаем его к компьютеру как только мы подключили к компьютеру компьютер его сразу увидит в данном случае он видел аж на 1 мегабайт а нет на 1 гигабайт он его видел ну размер может быть разный но этот конкретно диск у меня на компьютере виделся как 1 гигабайт и все ну естественно был нераспределен подключили пинцет можно убирать эту перемычку она нам больше не понадобится ну если мы все сделаем правильно если где-то ошиблись нужно попробовать другую программу и он опять не видится значит опять замыкаем отключаем от компьютера замыкаем контакт отключаем от компьютера он у нас определяется и мы убираем пинцет и что мы дальше мы переходим к компьютеру на компьютере мы запускаем вот такую программу давайте я вам покажу она у меня вот в этой папке значит этих программ очень много находится но мне помогла конкретно вот эта SM2246XT ну это понятно по контроллеру и именно вот эта 0920A то есть скачиваем архив распаковываем его разархивируем заходим и запускаем вот этот файлик саму программку она у меня сейчас запущена вот она видим ну видим уже пас фермары то есть я его обновил только что у вас этого не будет вы нажимаете здесь тоже ничего не будет показывать вы нажимаете скандрайв ну естественно подключаете как я и сказал замкнутыми контактами компьютеры нажимаете скандрайв и он у вас здесь появится и вот у меня не выходило ничего потому что я сразу шел в параметры и менял настройки у меня ничего не получалось в этот раз я решил это не трогать я просто как есть по умолчанию нажал старт естественно тут по умолчанию конфигурация совершенно другая для другого SSD вообще от Kingston она тут установлена но я заметил что когда я уже это делал то что-то менялось объем диска по крайней мере у меня увеличивался поэтому я не менял никакие параметры я сразу нажал старт она у меня отработала выдала там какую-то ошибку что-то такое и вот только после этого я уже перешел в параметры вот здесь у вас будет написано Kingston Tralevali и вот нажимаем Edit Config запрашивает пароль пароль у нас два пробела нажимаем ok и вот здесь по умолчанию было 60 гигабайт ставим ну в моем случае 120 гигабайт потому что у меня он на 120 ставите свой размер восстанавливаете номер модели тут вы сами пишите тоже вендор какой хотите напишите все что напишите то и будет потом отображаться и восстанавливаете серийный номер не забудьте выбрать флешку лучше всего нажать на авто ну сейчас она не вставлена но отмотайте назад посмотрите как у меня называлась у вас может называться по-другому если другая память стоит нажимайте на авто определится ваша память ну и либо выберите ее там из списка мануал но лучше на авто всегда вот в принципе все что нужно было сделать многие говорят что надо убрать галочку с протеста с убранной галочкой у меня не получалось никак галочку я не убирал и все прошилось в общем все это мы сделали нажимаем save все опять переходим на тест и нажимаем кнопку start и вот после того как у нас пойдет прошивочка у меня пошла и все завершилось отлично видите видим зеленый кружочек то есть прошивка замечательная так и вот на этом моменте я уже остановился и включил запись вот этого видео которое вы сейчас смотрите поэтому продолжим вместе с вами уже это окошко сворачиваем оно нам не нужно подключаем его опять к компьютеру открыл у меня панель управления управления дисками и вот он появился у нас и он не распределен для того чтобы с ним теперь работать чтобы компьютер его увидел потому что сейчас компьютер его не видит мы должны его проинициализировать нажимаем здесь правая кнопка мышки инициализировать диск нажимаем ok после этого мы создаем том нажимаем простой том далее размерчик все по умолчанию назначаем буквы диска все метку мы можем поставить какую-нибудь метку давайте обзовем его с 60 нажимаем далее готово форматирование и все компьютер теперь его увидел вот он у нас открылся вот он мы видим его в системе то есть все замечательно что осталось осталось его проверить на ошибки запускаем H2T3 select target что вот он окей и будем проверять у нас полностью все пространство и поехали так но я пока поставлю на паузу как тест у нас отработает вернусь так ну вот завершилась проверка мы видим что все нормально ошибок никаких нету все замечательно так на скорость я думаю понятно смотреть вот сюда не стоит это у нас скорость usb так как у меня подключено через usb а не через sata на sata это все будет значительно быстрее но мне спешить некуда так в общем тут все нормально еще раз показываю что я пользовался вот это 0715 то есть вот этим файлом файлом сайта usb dep выходим на вот эту страничку на ссылочку прикреплю и здесь видите очень много какая-то из них наверняка вам подойдет если у вас другой контроллер значит ищите под свой контроллер вот в принципе и и и все а у меня теперь как видите все работает видите он весь сейчас занят вот этими файликами которые создает эта программулька и проверяет осталось свободным только 772 килобайта но программка перед тестом как раз об этом и написала что 772 килобайта останутся свободными все всем пока удачи увидимся удачи удачи